Когда нужно было оставить старую площадку и просто ничего не срезать. Когда начали сносить старые качели и горки, жильцы Голубятникова обрадовались. Их двор станет образцовым. Но каково же было удивление, когда по квартирам начали ходить представители ЖЭУ и собирать подписи. Платить за новую площадку придется самим. По 49 рублей с квартиры в течение трех лет, то есть они говорят, мы должны будем платить. Я считаю, что это огромная сумма. Мы должны будем оплачивать за уход, что резиновые покрытия будут мыть, якобы здесь будет бригада. Это во что мало верится, потому что везде такие дворы есть и, по-моему, особого ухода не требует. Во двор на Голубятниково 30 приходят детвора с пяти домов. Почему мы должны платить, если пользоваться нашей площадкой? Будет вся округа, говорят жители. Самое интересное, всех еще не опросили, а конструкции уже снесены. Старую детскую площадку демонтировали несколько недель назад. Вот на этом месте, к примеру, стояла горка. Ее срезали, а на месте оставили вот такие острые опасные штыри. И таких на детской площадке мы насчитали несколько десятков, от старых качелей и турников. Нет, так мы пойдем в другой двор и все проблемы нет. У нас очень много людей, которые за. Никого заставлять не собираются, говорят в уютном доме. Установка новой площадки якобы инициатива жителей. Якобы они и предложили включить расходы в счет фактуру. За данные услуги сегодня население не оплачивает. И также других источников не выделяется, чтобы построить эти площадки. Но есть, когда общаемся с населением, есть проживающие в этих домах собственники, которые готовы соучаствовать в этом финансовом процессе. Ну а если у меня, например, ни детей, ни внуков нету, я подписала, чтобы облагородили двор, ну а чтобы в счет фактуры это включили, конечно, я бы не подписалась. Если народ не согласится, то двор так и нам никто не сделает. Я их спросила, то есть так все останется, да, так все останется. Юристы говорят, раньше площадки были предусмотрены проектом дома. По современным нормативам устаревшая конструкция должна заменить управляющая компания. Если вдруг управляющая компания, ТСЖ, ТСН, кто угодно, решит включить в счет фактуру какие-то платежи, которые не были согласованы с жильцами, если это, разумеется, не обосновано законом, то это невозможно. Это достаточно просто оспорить. Если провести простые расчеты, мы увидим. За площадку, как говорят жители, они будут платить 49 рублей в месяц в течение трех лет. А на двор приходится около тысячи квартир. Выходит более полутора миллионов рублей. Плюс эту площадку еще будут обслуживать за отдельную плату. Набегает значительная сумма. Но как обстоят дела в других дворах? Вот, к примеру, на декабристов. Год назад здесь проводили капремонт дома и заодно заменили площадку. Деньги собирали? Нет. Такого мы не слышали, чтобы деньги собирали. Деньги с нас не собирали. Но примеры такие есть, хоть и единичные. В УК Московского района, к примеру, ведут расчет 1 рубль с квадратного метра. Но строки за обслуживание говорят нет. Они никто не оплачивает дополнительно. Это тоже в рамках текущего содержания квартирного дома. Мы ежегодно весенний период красим, ремонтируем. Как проголосуют жители и как дальше будет развиваться эта история? Мы будем следить и дальше. Анна Городнова, Александр Лобанов, Вадим Ларионов, Ренат Сафин. ТНВ. Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова